Это программа «День с толком», студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. 13 лет колонии, 30 миллионов рублей штрафа. Прецедента не получилось, и судью арбитражного суда осудили. И себя показать, и работодателя посмотреть. В Крае стартовал региональный этап конкурса «Профессионал среди рабочих специальностей». И для православных, и для любителей полезной пищи студенты технического вуза поэкспериментировали с рецептом кулича и предлагают вкусную вариацию. Приговорили. 13 лет колонии строгого режима, 30 миллионов рублей штрафа и невозможность занимать должность в течение 10 лет. Такое наказание вынесли сегодня арбитражному суде Крае Алексею Городову за получение взяток в особо крупном размере. Напомним, уголовное дело по Городову рассматривали почти два года. Его обвиняли по шести эпизодам получения взяток. Следствием и судом установлено, что в 2010 году судья Городов за общее покровительство по службе в виде вынесения в будущем судебных актов по находящимся у него в производстве дела и определения о введении процедуры банкротства в отношении юридического лица получил в качестве взятки автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado по существенно заниженной цене от финансово заинтересованного в этом лица гражданина Долгова. Выгода от приобретенного автомобиля для Городова тогда составила 360 тысяч рублей. Позже, действуя в интересах того же Алексея Долгова, бывшего арбитражного управляющего с 2016 по 2017 годы, Городов, по данным следствия, брал за каждый судебный акт по 500 тысяч рублей. Кстати, в своем последнем слове арбитражный судья Городов, которого на время следствия суда отстранили от должности, не признал ни одного из эпизодов взяток, отмечая, что никаких противоправных действий он не совершал, деньги не брал, а долгов его оговорил. Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор. Городова взяли под стражу в здании суда. В селе Смоленска Алтайского края едва не случилась трагедия. Одна из местных жительниц пыталась поджечь автозаправочную станцию. 35-летняя женщина, которая подносила огонь к заправочному шлангу, как позже выяснилось, находилась в неадекватном состоянии. Она открыто заявила, что хочет сжечь станцию, а после пошла к заправочным колонкам, взяла шланг, слила остатки топлива и подожгла его. Получив сигнал с тревожной кнопки, на место оперативной прибыли сотрудники Росгвардии, которые в это время патрулировали район. Женщина задержана и передана полиции. Только за три месяца этого года в больницу скорой медицинской помощи поступило 88 пациентов, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Восемь из них – дети. Но кого-то просто не успевают довезти до больницы, говорят медики. Из-за тяжелых травм люди гибнут на месте происшествия. Причем статистика из года в год остается на одном уровне. Почему и все ли выходят из отделения сочетанной травмы на своих ногах, узнавала Татьяна Голубева. Пациент, назовем его Николай, попал в больницу 10 дней назад. Авария. Ехал с Солейска в сторону Усть-Калманки. При этом как раз в большей степени выскочил автомобиль. Прямо доли секунды тут уже не среагирует. При его уходе с отсталкновением, машина привернулась. Медики среагировали быстро и отвезли в больницу. Несколько дней назад провели операцию. Была сломана лучевая кость и бедро. На второй день при поддержке врачей пациент уже начал ходить. Реабилитация продлится от 3 до 5 месяцев. Кстати, 70% пациентов тяжелой сочетанной травмы пострадавшие в ДТП. И чаще всего с черепно-мозговыми травмами, переломами пальцев, бедер, ног, плеч, а также нескольких сегментов одновременно. Многие, по словам медиков, пренебрегают правилами движения. Не пристегиваются ремнями в автомобилях, не надевают шлемы. Это о мотоциклистах и велосипедистах. Те пациенты, которые не пристегнуты, у них повреждения основных бедер, очень сильные пристолкновения, повреждения таза. И все эти шоковые органы, которые тяжело восстанавливать, тяжело реабилитировать. Соблюдение, опять же, правил дорожного движения. Это мотоциклисты в касках обязательно, это велосипедные обязательно каски. Ну и беречь. Это, как мы уже сказали, голова страдает в первую очередь при любом дорожном транспортном происшествии. Весной и летом число ДТП растет. Как и травмы становятся сложнее, одежда уже не защищает. Сейчас на улицах все больше самокатчиков и велосипедистов, которые тоже далеко не всегда соблюдают правила движения. Как только у нас получили средства индивидуальной мобильности, ажиотаж в городе Барнауле, соответственно, ДТП только сейчас начинают обороты. В настоящее время у нас всего их два. Один самокат, один велосипедист. Чаще всего это простое банальное отвлечение и превышение скоростного режима. Все пользуются мобильными телефонами, средствами связи, которые отвлекают от участия в дорожном движении. По статистике число ДТП в Барнауле снижается, дороги стали лучше. А вот в районах края их все еще много. Там дороги требуют особого внимания. Медики сегодня говорили о снижении происшествий с участием пьяных водителей. Поэтому все чаще на больничных койках оказываются те, кто пренебрегает правилами движения и страдает от тех, кто их не соблюдает. И хотя врачи делают все возможное, чтобы каждый пострадавший вышел из больницы на своих ногах, риск остаться инвалидом высок. А кому-то из-за тяжести травм просто не успевают оказать врачебную помощь. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День Столком. В суде Центрального района продолжают рассматривать дело в отношении так называемого инвалида в драке на Старом базаре Дмитрия Лопатина. Спустя полгода заседания все еще опрашивают свидетелей, которые часто просто не приходят. Как продвигается процесс, расскажет Данил Кузнецов. Драка на Старом базаре до сих пор не отпускает Барнаул. Ситуация изменилась на 180 градусов. Сейчас обвиняемый Дмитрий Лопатин, он же инвалид. Его так назвали в социальных сетях из-за трости в руках. Одна из версий гласит, что из-за действий Лопатина произошла драка, в ходе которой погиб Павел Рохлов. А Михаил Старцев, нанесший смертельный удар, осужден. Кстати, до сих пор неизвестно, была ли это бита или все-таки трость. Но то, что ей наносились удары, это факт. В частности, первый удар, судя по показаниям свидетеля со стороны Старцева Лианы Лютовой, пришелся именно по ней. Девушка заявила, что увидела, как Лопатин движется с битой в руках к Михаилу Старцеву и решила прикрыть его собой. Она надеялась, что девушку Лопатин бить не станет. Но Лопатин на этот фактор не обратил внимания. Лиана Лютова также подчеркнула, что мужчина находился в алкогольном опьянении и кричал, что он ненормальный и поубивает тут всех. На заседании выступил еще один свидетель, независимый, ни со стороны Рохлова, ни со стороны Старцева. Женщина не смогла подтвердить, что именно Лопатин стал зачинщиком драки. Однако рассказала про поведение жены Рохлова после смертельного удара Павлу. Со слов свидетельницы, Светлана в не совсем адекватном состоянии села в машину и попыталась наехать на компанию Старцева, но по итогу врезалась в лестницу. На следующем заседании в суд в принудительном порядке доставят еще одного свидетеля со стороны Лопатина, который все это время пропускает вызовы на процесс. В ближайшем будущем должны исследовать видеозаписи с места происшествия и вещдоки. Самое интересное из них, конечно, та самая трость или бита, которой Лопатин и наносил удары. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком. В Алтайском крае на нескольких площадках стартовал региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионал». Это конкурс рабочих профессий, соревнуются в которых студенты. Мария Мацаева наблюдала, как проходит состязательный день для участников токарей и фрезеровщиков. Каждый день недели для них будет испытанием, итогом которого станут готовые детали, сертификаты и, возможно, приглашение на работу. Как профконкурс выгоден обеим сторонам, расскажем далее. Шестой цех. Первыми задания у станков с ЧПУ выполняют фрезеровщики. Пока одна группа размышляет над чертежом, вторая уже стучит по клавиатуре управляющего модуля станка. Такое оборудование для многих участников конкурса в новинку. Но где еще получать опыт, как не на потенциальном рабочем месте. С 2016 года Алтайский приборостроительный завод принимает на своей базе юниоров конкурса «Профессионал». Из вот этих вот стальных брусков нам надо будет, получается, с двух сторон их отфрезеровать по чертежу и попасть в допуски. Все объяснили. Начиная от, получается, наладки станка, привязки инструмента и самой обработки. Также помогали с программой разобраться. Участники конкурса – 10 студентов средних учебных заведений края. В первый день они могут тренироваться с наставниками. А вот дальше юные мастера токарных и фрезерных специальностей несколько дней будут соревноваться между собой без подсказок. Сначала в рамках испытаний разработают компьютерную 3D-модель будущей детали, а потом выполнят ее на станке. Я видел чертежи, то, что у них будет на соревнованиях. Там все в пределах 0,05, то есть достаточно такие жестковатые размеры. Но это уже таким надо быть специалистом, чтобы эти размеры поймать. А пока будущие токари и фрезеровщики испытывают себя, к ним присматривается потенциальный работодатель. Современный российский рынок труда посылает свои запросы в сторону рабочих профессий. В Алтайском крае на предприятиях промышленного сектора заняты порядка 120 тысяч специалистов. Но потребность в кадрах выше, потому что перед заводами стоит задача увеличить объем производства, спец- и гособорот значения и выводить продукцию на импортозамещение. Практически на каждое предприятие нужны специалисты. Где-то это десятки человек, где-то эта потребность доходит до сотен специалистов. Поэтому этот вопрос, он очень актуален. И важно, что заводы имеют заказы не разовые, а серьезные. Заказы на 3, 5, даже больше лет. Но сами конкурсанты пока думают только о состязании. Победители получат не только сертификат, но и шанс представлять регион на всероссийском этапе конкурса «Профессионал». Мария Мацай, Александр Антропов. День с толком. К новому учебному году в Шипуновском районе отремонтируют сразу две школы. Шипуновскую имени Луначарского и Урлаповскую имени Четырина. Обе вошли в федеральную программу, которую реализуют с 2022 года. На школу в райцентре выделили 230 миллионов рублей. Ее не ремонтировали с 1981 года. Уже обновили кровлю, пищеблок, спортзал, кабинеты, коридоры. К началу учебного года установят новую мебель и оборудование. В Урлаповской школе ремонт начался месяц назад. Здание 1964 года пришлось почти полностью демонтировать. Подрядчик заверил, что работы проведут качественно и в срок. Накануне ход работ проверили спикеры КЗС Александр Романенко и краевые чиновники. Кстати, по словам Романенко, в 2023 году в крае планируют отремонтировать 27 школ. На эти цели из федерального бюджета выделено более миллиарда рублей. В России говорят о закреплении репродуктивного возраста на уровне закона. Специалисты Минздрава настаивают, что детородный возраст нужно отрегулировать. Аргументируют это просто. Чем старше женщина, тем ниже шансы забеременеть и выносить ребенка. Мы решили выйти на улицы города и узнать, какой возраст для деторождения считают лучшим барнаульцем. До 35-37 примерно. А почему? Потому что позже уже у женщин организм изнашивается, ежедневный стресс, работа и так далее. И поэтому она уже не может выносить здорового ребенка. И потом женщина становится старше и нужно в ребенка эмоционально вкладываться. А сил уже, наверное, все-таки меньше. Не надо ограничивать, у каждого здоровье разное. До 50 точно надо уже родить. 40, я думаю. Почему? Ну, еще надо силы есть ребенка вырастить, поднять. Там же 25 лет старородящая, но я не думаю, что 25 лет это старородящая. То есть это, ну, это, точнее, маленькая рамка. То есть выше все равно должна быть. А какой самый оптимальный возраст для деторождения? Ну, от 25 до 35, я думаю. То есть, когда женщина подра, сильна? Да. Мне пока 21, и девушке моей 20 лет, и мы как бы об этом пока даже не думаем. А сами-то когда планируете? В 30. Вкусно, сочно, православно. В техническом вузе края вывели новый рецепт кулича. Понравится он и православным, и любителям полезной пищи. Какие секретные ингредиенты таит в себе экспериментальная версия религиозного кушания, узнавал Данил Кузнецов. Как сделать вкусный кулич? Для начала замешать в пропорции 50 на 50 муку и нет, небыстро растворимую кашу, как может показаться сначала. Это специальная смесь, которая улучшит качество выпечки. В эту смесь входят масличные культуры, семена льна, семена подсолнечника, тыквы. Елизавета Расторгуева проводит опыты с рецептурой кулича для исследовательской работы, которая скоро может перерасти в дипломную. Смесь семян в куличе делает привычный пасхальный хлеб и интереснее, и полезнее. Лен, подсолнечник, тыква нормализуют микрофлору, способствуют лучшему всасыванию еды в желудке и замедляют старение, подчеркивают специалисты даже технического вуза. Антиоксиданты работают на улучшение всей системы сердечно-сосудистой, кроветворительной, потому что они способствуют тому, что естественные компоненты сосудов и крови получают больше устойчивость в отношении к свободным радикалам, то есть к старению, грубо говоря. К тесту мастер добавляет 5% творог. Для классического кулича ингредиент новый и придает тесту мягкость и нотки молочности. Такой рецепт Елизавета вывела меньше года назад, но в целом куличи печет с детства. У нас семья православная, мы все ждем очень этот праздник, и всегда, наверное, со школьных времен с мамой очень люблю печь именно куличи, и именно булочки с сахаром особенно для нас. Это очень важный момент. Полчаса в духовке при температуре 180 градусов и кулич готов. Украшение без изысков. Классическая шапочка из белковой глазури – лучшее дополнение, но ее можно улучшить. Например, добавить ягоды, как в случае с розовым куличом. И последний штрих. Тесто очень мягкое, и это просто фантастика. Потому что обычно пасхи сухие, но вот это, она прям сочная. То, как нужно. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком. Футбольный клуб «Динамо» Барнаул пополнился тремя игроками. За время каникул в команде появились два новых защитника и полузащитник. Все парни с Алтайского края. Как «Динамо» сыгрался, будет ясно через неделю на первой игре после зимы. А пока футболисты тренируются и подводят итоги сборов. Из солнечного Крымска в солнечный, но прохладный Барнаул. Футболисты «Динамо» завершили каникулы сборами в Краснодарском крае. На сборах были проведены у нас ряд товарищеских игр контрольных. В принципе, то, что планировали, было все выполнено. Конечно, вас, наверное, больше всех интересует игра с Краснодаром. Футбольный клуб «Краснодар» идет на седьмом месте в главном чемпионате страны. Так что совместная игра вызывала интерес не только у болельщиков, но и у самих игроков. Наша команда узнала о матче за два дня. Особой подготовки не было. Игра вышла тяжелой. Бело-голубые проиграли «Быкам» 3-0. Но, если посмотреть по-другому, «Динамовцы» играли с клубом премьер-лиги. Это топ! Очень информативно и интересно. Даже, скажем так, с таким соперником Краснодар у нас местами были неплохие кусочки. Небольшие, но были. С Краснодаром, ну... Ну, очень, так сказать, не то что сильный соперник. Ну, не для нашего уровня, так скажу. Да, интересно, безумно. Думали, во втором тайме хоть нам дадут почувствовать, но... Особо не дали ничего почувствовать. Ну, я вот с кордобой играл весь матч. Ну, топ-топ-топ уровень. Ну, Кади, Кайо, центральный защитник. Ну, короче, кто нам создавал и забивал, тебе понравилось очень сильно. За зимнюю паузу клуб поработал и над трансферами команду пополнили три новичка. Полузащитник Владимир Баныкин, защитники Руслан Леонов и Александр Михайлов. Все родом из Алтайского края. Последний в детстве переехал в Москву, играл в Чертаново. И выступал за сборную России с 14 до 19 лет. Хороший опыт приобрел. За границей много поиграли. Например, вот... Да, много где во Франции. В Германии много раз играли. Сейчас Александр восстанавливается после травмы и готов защищать цвета «Динамо». Ближайший матч наша команда проведет 19 апреля в гостях против чувашского химика «Августа». Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова